Поехали! В этом расчете в городских автобусах, согласно новым требованиям федерального законодательства о применении контрольно-кассовой техники в Российской Федерации, обязанность ввести систему безналичного контроля была возложена на всех российских перевозчиков, как частных, так и государственных. Так еще в конце июня, во время очередного рейда по общественному транспорту, саратовские владельцы автобусов пообещали зампреду правительства Роману Бусаргину оснастить транспорт терминалами в срок к 1 июля. А безналичный расчет у вас? Пока не предусмотрен. А когда он будет? С 1 июля. Все автобусы у вас придут? Да, маршрут 2D переходит с 1 июля. Однако расплатиться за проезд пластиковыми картами горожане могут пока лишь на маршруте 2D. С 1 июля должны терминалы везти у вас велья. Покажите, пожалуйста. А удобно или нет? Или лучше? Да пока мало. Не сильно вас отвлекает? Пока не сильно. Пока мало народа. А цена проезда как поменялась или нет? Нет, так же 23. Без транспортных нововведений обходится большинство городских автобусов. У каждого водителя своя версия. И свои доводы за или против безнала на маршрутах. Отложили. А что говорят? Когда? Ну денег нет. Как купят, так поставят. А вам удобнее будет как водитель? Конечно удобнее. Чтобы не заниматься ни деньгами, ни того ни с кем-то. Едешь и ешь. А этот кондуктор должен делать. Ну нам, конечно, это и сложнее, и неудобно по зарплате. Мне кажется так. Разговоры идут. Разговоры идут. А как считаете, вообще вам удобно будет или вам это только затруднит работу вот эти вот, вообще, по идее? Кондуктор нужен будет, скорее всего. Я должен рулить, за дорогой следить. А сейчас вы без кондуктора, да? Никто не идет. Зарплата маленькая. Кто пойдет в кондуктор? Адская работа. Неплохие известия принес июль тем, кто решил обзавестись новым жильем. Хотя без подводных, а вернее строительных камней, по мнению депутата облдумы Леонида Песнова, здесь тоже не обойтись. Теперь застройщики начнут работать по новой схеме финансирования строительства. Деньги дольщиков будут храниться на эскроу-счетах в банках. А строительные компании получат их только после сдачи здания в эксплуатацию. Для строительства застройщики должны будут использовать кредиты. Таким образом, дольщиков защитят от ситуации, когда строительные компании банкротятся и не заканчивают работы, а деньги людей пропадают. Что касается минуса. Если взять весь спектр застройщиков, то мы на следующий день можем предполагать, что с учетом того, что уровень рентабельности жилищного строительства очень низкий, Большая часть из них не получит так называемое проектное финансирование, потому что они не подтвердят банкам окупаемость проектов. И это правда. Поэтому новые объекты, скорее всего, появляться не будут. В банках, прежде всего, защита тех, кто доверил свои деньги. А здесь, когда приходит застройщик, и мы все прекрасно понимаем, что уровень рентабельности любого проекта 12% – это вообще запредельное счастье, а банк говорит минимум 15%, значит, это надо не рисовать картину изначально попадающую под состав уголовного деяния, или банку идти на риски. Банки не пойдут на риски. Что касается удорожания. Ну, спрос определяет предложение. Будет спрос – будет удорожание. Не будет спроса – не будет удорожания. Я какого-то глобального такого в разы не вижу. Ну, а коррекция в 5-10%, наверное, она неизбежна. Но это не глобальное удорожание. Поэтому я думаю, что это пережить возможно. Однако, продолжил Леонид Песной, часть застройщиков смогут работать по старой схеме, если объект готов не менее чем на 30%. И по договору долевого участия в нем продано не менее 10% площадей. Таких строящихся домов у нас в области 38. Из них в Саратове – 31, в Энгельсе – 4, в Балакове – 3. Вполне возможно, что я сейчас этим занимаюсь вместе с правительством, с Минстроем, что будем возвращать механизмы прямого бюджетного финансирования к жилищному строительству. Это будут или государственные дома, или муниципальные дома. Значит, это качественно скажется на сохранение объема работ, на выполнение указов президента. Но, естественно, что в этих домах приобрести жилое помещение будет невозможно. Все гнали, чтобы до 1 июля отстрелять возможность сохранения спецсчетов по большей части объектов. Это, в общем-то, удалось. Значит, на полгода временной лаг есть. За эти полгода мы отработаем и прямое бюджетное финансирование, и возможные варианты господдержки через закон субъекта по обеспечению финансовой гарантии достройки. Все это в работе, все этим мы занимаемся. Потому что, понятно, что для Саратовской области эта мера, она может дать крайне негативный эффект, но дольщиков надо защищать. В вашем доме есть продовольственный магазин? Тогда, по идее, с июля месяца любители молочки должны заметить, что натуральные молочные продукты отныне стоят отдельно от молокосодержащих и сопровождаются надписью «Изготовлено без заменителя молочного жира». По мнению экспертов, это нововведение будет способствовать справедливой конкуренции между производителями и поможет утвердиться на рынке малым и средним предприятиям, выпускающим честную продукцию. Однако пока таких полок со справедливой молочкой мы не заметили. И уже по многолетней традиции всем нам без исключения вновь придется потратиться на оплату коммуналки. С 1 июля горожане получат квитанции с обновленными тарифами на газ, электроэнергию, воду и отопление. Средний платеж по ЖКХ в нашем регионе вырастет на 2%. Председатель регионального комитета по государственному регулированию тарифов Лариса Новикова напомнила, что порядок установления тарифов определен исключительно федеральным законодательством, указав на минимальную положительную динамику в отдельных позициях. Электроэнергия для городского населения выросла на 7 копеек всего за киловатт, то есть от 3 рублей 48 копеек до 3 рублей 55 копеек. Что касается газа, если мы используем газ на пищеприготовление, то также цена газа увеличилась на 9 копеек за кубический метр газа. А с 9 рублей 11 копеек до 9 рублей 20 копеек. Те граждане, которые используют газ помимо приготовления пищи, ну и нагрев воды, это газовый водонагреватель, ну это наши типичные пятиэтажки, хрущевки, то тариф там наоборот, как ни удивительно, снизился на 9 копеек и составил 9 рублей 2 копейки. Что касается тепловой энергии, рост стоимости отопления варьируется в пределах 2%. То есть, если, допустим, взять Энгельс, зону ПАУТ и Плюс, нашего основного поставщика, то тариф там вырос на 0,43%. Саратов, Энгельс, Балакова 2%. Вода и водоотведение также не являются исключением, то есть максимальный рост по всем предприятиям, оказывающим услуги, будь то город, будь то муниципальные районы, максимальный рост в пределах 2%. Особое внимание Лариса Новикова рекомендует обратить на то, что норматив на подогрев горячей воды и мусор не меняется. А если говорить в целом, то до конца года изменения коснутся самых разных сфер. А значит, жизнь миллионов россиян уже не будет прежней. Хорошо это или плохо? По мнению экспертов, рассчитывать на стабильность можно в той стране, где годами не меняются уровни налогов, административно-надзирательные процедуры, гарантии собственности, судебно-процессальный кодекс и так далее. К нашей стране это пока не относится. Продолжение следует...